Новый формат защиты дипломов. Что такое бизнес-образование? Опасное растение борщевик открывает охоту. Через какое-то время вот те растения, которые выращивались искусственно, они стали дичать и бесконтрольно размножаться, проникая в естественные экосистемы. Всем привет! В эфире Универньюса. В студии Софья Чугунова. Набережно-Челнинский институт Казанского федерального университета организовал сбор средств для жителей Шебекинского округа, покинувших свои дома из-за обстрелов. В акции приняли участие как сотрудники института, так и студенты. На собранные средства были закуплены предметы первой необходимости. 50 комплектов постельных принадлежностей, продуктов питания, средств личной гигиены, детские наборы и многое другое. Сбор гуманитарной помощи будет проходить до 26 июня, и в этот же день груз будет отправлен в пункты временного размещения пострадавших жителей. Сейчас мы собрали гуманитарную помощь для жителей городского округа Шебекина, Белгородской области, которые были вынуждены эвакуироваться, свои места жительства размещены в пунктах временного размещения. Мы собрали, в первую очередь, старались закупать, приобретать те предметы, которые им будут необходимы, скажем так, для относительно комфортной жизни, то есть какие-то подушки, одеяло, средства личной гигиены. В сборе принимали участие и студенты, и сотрудники, преподаватели администрации нашего института. Буквально за неделю вот этот объем всего был собран. И уже на следующей неделе, наверное, в понедельник, он отправится непосредственно туда, в Белгородскую область. В Казанском федеральном университете выпускники впервые защитили дипломы в формате стартапа. Какие преимущества у такой выпускной квалификационной работы, расскажем далее. Повысить оригинальность текста с помощью переводчика, использовать нейросети или найти того, кто напишет работу за тебя. На какие ухищрения только не идут студенты, чтобы облегчить процесс сдачи курсовых и дипломных проектов. Для некоторых выпускная квалификационная работа – просто формальность. Никакой практической пользы они в ней не видят. Однако все зависит от способности мыслить шире. Работа вполне может опираться на ваш стартап. Такие дипломы, они очень сильно отличаются от общепринятых, потому что эти ребята на этой стадии уже прорабатывают практическое применение того, что они сделали, упаковывают какие-то продукты и даже уже начинают тестировать. И отличительные особенности именно этой группы, что 50% от тех, кто защитил диплом, у них уже есть собственный бизнес, есть собственная выручка. Эти люди не нуждаются, эти студенты не нуждаются. Работодателях, им не нужно искать рабочие места, им не нужно приходить на работу с 8 и уходить в какое-то другое время. Они уже заняты. Относительно недавно в Казанском федеральном университете был создан научно-образовательный центр «Методология стартапа». Уже в этом учебном году первые студенты программы «Стартап как диплом» написали и защитили выпускные квалификационные работы в новом формате. В рамках подготовительного этапа у них была возможность консультироваться со специалистами разных профилей. Они поняли, что для них это может быть хорошим бустом, акселерацией, ускорением их проектов, потому что они приходят, мы разбираем цифры, мы смотрим, как можно усилить продуктовую часть или работу с командой, даем советы, вместе какие-то вопросы прорабатываем. Соответственно, они понимают, что в этом темпе они могут достичь больших результатов. Десять студентов объединились в четыре проектные команды. Свои стартапы к защите дипломов подготовили теперь уже выпускники Института физики, Института вычислительной математики и информационных технологий и Института информационных технологий и интеллектуальных систем. Отметим, что некоторые проекты уже планируются внедрить в образовательные организации. Так, проект виртуальной операционной для студентов-медиков получил одобрение Раиса Республики. Раиса Республики, так скажем, дал добро на апробацию нашего комплекса внутри нашей республики и, надеюсь, это действительно уже сдвинется с такой плавающей точки. Мы апробируем и уже другим республикам, другим округам будет что-то показывать, что вот действительно там в КГМУ, в КФУ это все работает, давайте, нам тоже мы хотим. Другой стартап в ближайшем будущем может облегчить работу сотрудникам театра Камала. Внедрение автоматизированной системы поможет объединить документацию в единой программной оболочке, а режиссерам за считанные секунды соотнести графики работы актеров и график работы аудитории для репетиций. На данный момент у нас просто театр Камала подтвердил, что да, мы можем это внедрить. Меня уже позвали на работу туда, рассматривают мою кандидатуру на должность инновационного менеджера, чтобы дальше продолжать этот проект. И уже при детальном анализе будет ясно, мы внедряем полностью данную систему, и какие будут доработки данной системы именно под специфику конкретного учреждения. Некоторые стартапы дожидались своей реализации несколько лет. Тимур Шихудинов грезил об открытии своей онлайн-школы китайского языка еще с первого курса. Был пробный запуск, но он прошел не слишком удачно. Опыта ведения такого бизнеса еще не было. Каждый год потихоньку возвращались к этой идее, что-то пробовали, не получалось. Но вот уже в прошлом году серьезно взялись за это дело, с опытом, начали заново и отошли от идеи онлайн-курсов и сделали индивидуальные занятия, сделали упор на индивидуальные занятия, как в Скаенге. И с этого момента уже, можно сказать, почти год в этом направлении идем. Практическая направленность выпускной квалификационной работы – залог того, что студент действительно получит какой-то результат и, возможно, работу, о которой всегда мечтал. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов. Универньюс. В зале Попечительского совета Казанского федерального университета прошло пленарное заседание Международной научно-практической конференции «Современное бизнес-образование России и мир». О стратегических рекомендациях по развитию потенциала бизнес-школ в эпоху современных трансформаций – далее в сюжете. В работе двухдневной международной конференции приняли участие 77 человек. Еще более 40 участвовали онлайн. В числе иностранных участников – представители Ирана, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Индии, Бангладеша, Южной Кореи, Сербии и других государств. Татарстан был представлен в лице Раиса Республики Татарстан Рустама Миниханова. Сегодня, как никогда, актуальна задача подготовки управленческих кадров, которые способны работать в самых сложных условиях. Татарстан – один из ведущих экономических центров нашей страны. Наряду с развитой производственной базой к числу конкурентных преимуществ Татарстана относится его мощный научно-технический потенциал. Наши образовательные исследовательские организации вовлечены в реализацию всех, ключевых мероприятий, национального проекта наука и университета и смежных стратегических инициатив. Коллеги обсудили новые вызовы на рынке управленческого образования, изменение структуры и содержания управленческих образовательных программ, процессы интернационализации управленческого образования в России и, конечно, усиление сотрудничества бизнес-школ с бизнес-сообществом. РАЭС Республики Татарстан высоко оценил потенциал и результаты деятельности бизнес-школы Казанского федерального университета. Среди всего многообразия организации научно-образовательного комплекса Татарстана особое место занимает высшая школа бизнеса Казанского федерального университета. Это ведущая республиканская площадка по подготовке и повышению квалификации управленческих кадров для реального сектора экономики и системы государственного управления. Безусловно, одной из ключевых целей проведения конференции стало привлечение ведущих отечественных и зарубежных экспертов, руководителей российских и международных компаний к совместному обсуждению современных тенденций в бизнес-образовании с учетом новых вызовов на рынке управленческого образования. Задача российского бизнес-образования – встроиться в эту концепцию нового мира. Мира более справедливого, более доброго, более ориентированного на будущее. Мира разных моделей развития и равных возможностей. Мира равноправия участников. По словам Рустама Миниханова, профессиональный диалог с участием представителей высшей школы бизнеса КФУ и других учебных заведений страны позволит найти ответы на вопросы дальнейшего совершенствования бизнес-образования в нашей стране. Карина Саяхова, Никита Акиншин, Андрей Богудинов. Универнёс. Летний отдых уже в самом разгаре. Однако расслабляться всё же не стоит. В активную фазу цветения вступило опасное для человека растение – борщевик. О том, чем же на самом деле опасен этот сорняк, и о местах его обитания расскажем в следующем сюжете. Борщевик – это многолетнее травянистое растение с крупными листьями. Ботаники относят его к семейству зонтичных по форме соцветий. Изначально это растение имело чётко очерченные ареалы произрастания и не распространялось за его пределы. Не могло распространиться за его пределы. Именно вмешательство человека кардинально изменило ситуацию. Борщевик был завезён в Северную Америку из Европы в середине 19 века в надежде на создание новых и красивых питейных культур. Впоследствии к нему стали относиться как к многолетнему полезному растению. Годы спустя, когда во многих странах культивация борщевика набрала свои обороты, стало понятно, что минусов у борщевика сосновского в качестве кормовой культуры несравнимо больше. Оказалось, что растение дичает, неконтролируемо распространяется в соседние к системе и их уничтожает, отвоёвывая себе место. Молоко дойных коров, которых кормили борщевиком, приобретало неприятный привкус, а потомство домашних животных и скота получало генные мутации. Его пытались в средней полосе России интродуцировать, это называется, то есть высаживать. И через какое-то время вот те растения, которые выращивались искусственно, они стали дичать и бесконтрольно размножаться, проникая в естественные экосистемы. Такие виды называются инвазионными, но это чужеродные виды, которые способны бесконтрольно размножаться на новых территориях. И со временем борщевик, в общем-то, стал большой проблемой. В первую очередь борщевик оказывает негативное воздействие на сельское хозяйство. Если вдруг на участке появляется хотя бы один его куст, значит избавиться от него будет очень сложно. Этому способствует фантастическая выживаемость растения. Оно не боится холодов, радиации и способно расти даже в Заполярье. Одно растение выдаёт до 100 тысяч семян, а некоторые могут таиться в земле до 15 лет и только потом прорастать. Здесь, ну, несколько причин. Во-первых, у этого растения нет естественных здесь вредителей, фитофагов, животных, которые бы пытались его, пытались как-то контролировать. Поэтому нет естественных причин для того, чтобы его численность как-то снижалась. Второе – это огромная семенная продуктивность. Каждое растение производит до 100 тысяч семян в год. И поэтому огромный запас семян сформировался вот уже в почве и хорошо переносится. Поэтому с воспроизводством у него нет проблем. Также семена имеют крылышки и разносятся ветром на большие расстояния, что способствует захвату всё новых территорий. Китовитые фурукумарины подавляют рост других растений и защищают борщевик от насекомых. Многие специалисты считают, что химическая борьба с борщевиком наносит природе больше вреда, чем сам сорняк. Поэтому все известные человеку методы борьбы с ним малоэффективны. Так как растение в основном обитает в поймах рек, это водоохранные зоны, там законодательством запрещено использовать ядохимикаты. Поэтому фактически химические методы борьбы с ним неэффективны. Единственный способ, который каким-то образом позволяет снизить, регулировать численность – это регулярное скашивание, то есть механический способ борьбы. Но из-за того, что растение имеет развитые подземные органы, проводить скашивание нужно несколько раз в год с периодичностью 2-3 недели. Это очень трудоемко, дорого. И всё равно, даже если хотя бы одно растение в популяции уцелеет, даст семена, то этот процесс будет повторяться бесконечно. Сам по себе борщевик не опасен. После прикосновения к нему на коже остаётся сок, который также безвреден сам по себе. Однако при попадании солнечного света на место соприкосновения происходит химическая реакция, которая из безобидной жидкости превращает его в ядовитый концентрат, который оставляет ожоги на теле. Вдыхаемый запах борщевика также является аллергеном сам по себе, поэтому может вызывать типичный симптом аллергии – дышку и приступ асфиксии при особой чувствительности организма. Ну, борщевик известно, что вызывает ожоги на поверхности кожи, то есть сок борщевика, когда попадает на кожу, он увеличивает чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению. То есть сам по себе сок, он не ядовит, он не опасен, но если выглянуло солнышко, например, и кожа, незащищённая соком борщевика, то вещества, которые в этом соке содержатся, они называются фурокумарины, они увеличивают чувствительность кожи к солнечному излучению. И обычные солнечные лучи, они вызывают сильнейшие ожоги, которые очень плохо заживают. Растение борщевика представляет огромную опасность как для сельского хозяйства и огорода, так и для людей, которые имеют неосторожность иметь контакт с его соком. Самое главное при ожоге промыть место проточной водой с мылом, а затем стараться ограничить попадание солнечного света. Это может помочь полностью предотвратить образование ожога и не омрачать отдых на природе. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. На этом всё. В студии была Софья Чугунова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова